Арифметические действия В том смысле, что не всегда получается целое Иногда делишь до бесконечности В общем, сплошная морока В отличие от сложения, вычитания и умножения Которые работают абсолютно всегда К сожалению, похожие проблемы у нас будут и с делением многочлена на одночлен То есть, когда мы говорим о сложении многочленов, вычитании многочленов, умножении многочленов Мы их можем проделать для любых многочленов С делением все не так Начнем мы сегодня с деления на одночлен Деление на многочлен как таковое мы пока разбирать не будем Чуть позже мы будем этого касаться вскользь Давайте поймем, а можно ли разделить, но для начала, одночлен Самое простое, да, на одночлен В каком смысле можно ли разделить? Понятно, что можно, то есть я могу записать это в виде алгебраической дроби То есть числители, какой-то одночлен, знаменатели Что-то может быть даже сократиться Но, вообще говоря, когда мы говорили про деление чисел в самом начале, помните? Мы говорили, например, 6 делится на 2, потому что 6 делить на 2 будет 3, тоже целое число А 5 не делится на 2, потому что целого числа не будет Так и здесь Хотелось бы, чтобы в результате деления одночлена на одночлен получался тоже одночлен И вот это будет происходить, к сожалению, не всегда То есть не всегда, если я делю произведение чисел и букв на произведение чисел и букв У меня будет получаться в ответе произведение чисел и букв В частности, вот примеры Если у меня были одночлены 7х2у и xy Ну, я делюсь, здесь все очень просто, да? x2 разделить на x будет x y делить на y единица Поэтому остается просто 7х Одночлен, значит, можно разделить 3х3у5z делить на 2х2у3 Но опять же, мы делим на 2 Тройку я делю на 2, получаю полтора x3 мы делим на x2 Получаем просто x Напоминаю, да, что если я делю степень на степень, показатели у меня вычитаются Это и логично Было 3х в произведении Делю на 2х, то есть 2х сокращается, 1 остается Ну и, соответственно, y5 делить на y3 Будет, соответственно, y2 Z просто переписываем Полтора xy2z вполне себе одночлен А такой пример 5x4 делить на xy Иксы сокращаются, остается просто x3 А вот y сократить не с чем То есть в ответе будет дробь или деление, что угодно 5x3 делить на y Это уже не одночлен То есть, как видите, на самом деле в частном одночлен получится далеко не всегда Тем не менее, иногда получится, поэтому сформулируем правило Чтобы разделить один одночлен на другой Необходимо разделить отдельно коэффициент первого одночлена на коэффициент второго А отдельно разделить их буквенные части по каждой букве При этом, еще раз повторю, деление происходит по свойству степеней То есть, если я какую-то n степень делю на какую-то k степень В результате у меня получится степень n минус k То есть показатели вычитаются В частности, замечание, что результат будет являться одночленом не всегда А когда? Ну, числовые части нам без разницы Если у нас получится дробное число, это не мешает итогу быть одночленом А вот буквенные должны все поделиться, да? То есть, степень вхождения каждой буквы в первый одночлен, в делимое Должна быть не меньше степени вхождения каждого одночлена в делитель, да? То есть, если я, предположим, делю x куб Я могу его делить на x куб, на x квадрат, на x Но не могу делить на x четвертый, на x пятый Потому что степень превышает третью Поэтому мы сразу можем оценить, получится у нас что-нибудь хорошее после деления или нет Теперь вопрос А что делать, если мы делим многочлен на одночлен? На самом деле, все аналогично умножению Потому что распределительный закон работает Если я a плюс b делю на c, это то же самое, что a делить на c плюс b делить на c, да? Поэтому я просто каждый одночлен моего многочлена делю на данный одночлен И полученные частные складываю Вот, например, 4х куб у минус 3х квадрат у квадрат плюс 2ху в пятый Это мой многочлен, а делю я на минус 7ху Значит, я каждый одночлен по очереди делю на минус 7ху По тому правилу, которое я сформулировал Беру первый одночлен, 4х куб у И делю на минус 7ху Делю сначала 4 на минус 7, будет минус 4 седьмых x куб делю на x, вычитаю из тройки единицу, x квадрат y делю на y, просто единица Итого, минус 4 седьмых x квадрат Дальше чуть побыстрее запишем Минус 3 делить на минус 7, это 3 седьмых x квадрат делим на x, будет x Ну, y квадрат делить на y, будет y И, наконец, 2 делить на минус 7, минус 2 седьмых x делить на x, x и уходит И, наконец, y в пятый делить на y, y в четвертый То, что получилось, в данном случае является многочленом Потому что, как видите, да, все одночлены данного многочлена удовлетворяли вот этому нашему замечанию Степени x и y были, по крайней мере, первые Поэтому у нас все получилось Пример второй Каким может быть натуральное число n, чтобы в результате вот такого деления получился многочлен? Видите, довольно нестандартная формулировка И здесь, опять же, нам придется использовать то самое замечание Смотрите, мне нужно, чтобы каждый одночлен моего многочлена в скобках разделился на 5xy в n А n это вот какая-то непонятная пока мне степень Но при этом, соответственно, с x все хорошо У меня в каждом одночлене присутствует x в первой степени, поэтому x прекрасно разделится А что с y? Во-первых, y в квадрат должен разделиться на y в n Ну, значит, n всяко должно не превышать двойки, да? Потому что если n будет тройка или выше, то y в квадрат уже не разделится y в седьмое должен разделиться на y в n Значит, n должны не превышать семерки И, наконец, y в четвертый должен разделиться на y в n Значит, n не превышает четверки Но если n не превышает двойки, семерки и четверки Самое сильное утверждение, самое такое жесткое для нас Это то, что n не превышает двойки Потому что если он не превышает двойки То четверки и семерки он не превышает автоматически Мораль Каким же может быть натуральное число n, если учесть, что оно не превышает двойки? А только двойка или единица Поэтому правильный ответ — один или два А теперь сфобулируем чуть-чуть другую задачу. Представить многочлен 5ху плюс 3ху квадрат плюс 2х куб у в виде произведения одночлена 2ху и некоторого многочлена. То есть иначе говоря, нам надо найти, какой многочлен нужно умножить на 2ху, чтобы получить исходный многочлен. Ну так мы же знаем, что умножение проверяется делением. Чтобы найти вот этот неизвестный многочлен, надо известный разделить на 2ху. Вот так и сделаем. Давайте я в следующей строчке запишу. 5ху плюс 3ху квадрат плюс 2х куб у разделить на 2ху. Ну и делим. Делим мы почленно, то есть 5ху делим на 2ху. Это будет у нас, соответственно, 2,5. Дальше. 3ху квадрат делим на 2ху. 3 делить на 2 – это 1,5. Дальше. x делить на x. x ушел. y квадрат делить на y. Просто y. Ну и, наконец, 2х куб у. 2 ушло. x куб делить на x – это x квадрат. А y тоже ушли. Значит, вот он, искомый многочлен. 2,5 плюс 1,5у плюс x квадрат. В принципе, при желании, мы можем проверить себя умножением. То есть мы можем вот этот самый многочлен умножить на 2ху. И действительно, 2ху на 2,5 – это 5ху. 2ху на 1,5у – это 3ху квадрат. 2ху на x квадрат – это 2х куб у. Значит, задача решена верно. Итак, сегодня мы с вами познакомились с последним четвертым действием. Мы поговорили о том, как одночлены и многочлены делить на одночлены. Выяснили, что, к сожалению, разделить можно не всегда. Придумали критерий, когда же можно разделить. Ну и разобрали на примерах, как это работает. На этом большой довольно блок, связанный с действиями с одночленами и многочленами, для нас заканчивается. И в следующей нашей большой теме мы будем применять эти самые действия на конкретных практических задачах. На этом все.